МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дайте санитайзер. Насколько готовы в городе к очередному всплеску коронавируса? Задача переделать. На какие улицы вернулись дорожники, чтобы исправить ошибки? Дачники онлайн. Как проходят электронные голосования в садовых обществах? Все по-взрослому, где подростков учат создавать виртуальную реальность и распутывать преступления. Звуки улиц. Что за музыканты играют прохожим? И сколько они зарабатывают? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 800 новых случаев заболевания ковидом каждый день. Один человек умер. Областная статистика уходящей недели. Если посмотреть на график от Яндекса, примерно такая же ситуация была до начала 2022 года. А потом пик в феврале. Сразу без малого 6 тысяч заболеваний. По сравнению с этим, нынешнее положение дел выглядит, ну, не таким пугающим. Может быть, поэтому все благополучно забыли о средствах защиты. Помните, как нужно было всегда иметь в кармане хотя бы замусоленную маску, чтобы рассчитаться в магазине или поехать на автобусе. И как эти маски мгновенно выросли в цене? Антисептики. Казалось, они будут всегда в магазинах, кафе, офисах. Вот и проверила Екатерина Карпенко, насколько сохранились привычки времен пандемии и готовы ли в Новосибирской области к очередной возможной вспышке. Несмотря на ослабление пандемийных ограничений, отмены санитайзеров в местах общественного скопления не было. Но, правда, и проверять сейчас некому ровно до тех пор, пока ситуация с ковид-инфекцией не усугубится. Но вот мы и решили проверить, как Новосибирские торговые центры соблюдают правила СанПИН, тогда, когда их никто не контролирует. Зайти с микрофоном и камерой у нас не получится, потому что мы сразу привлечем к себе внимание, поэтому нам поможет камера смартфона. Абсолютно сухие руки, ни одной капли. По классике, абсолютно сухие руки. Вау, и даже не пустая ваннушка. Господи, если бы у меня была бы паранойя, я бы умерла от похода в этот торговый центр. Ей-богу, прикасаясь каждый раз и не обрабатывая руки, потому что нечем. Как показала наша проверка, далеко не во всех торговых точках имеются санитайзеры. Тем временем, на еженедельном оперативном совещании в правительстве говорят, что пора бы нам всем вспомнить о правилах санитарной безопасности, потому что еще с середины июня начала расти статистика заваливаемости COVID-19. Это два года назад коронавирус был малоизученным заболеванием. Тогда и появился стандартный набор для защиты от ковида. Санитайзеры, маски, перчатки. С тех пор медики выяснили опытным путем, какие именно средства эффективно защищают от инфекции. Лучше всего, конечно, себя проявила вакцинация. Потому что все, кто переболел, все идут и стабильно вакцинируются. Конечно, ношение масок никто не отменял. Это наша защита. Сейчас, тем более, начинается период осенне-зимней обычной простуды. На счет перчаток здесь индивидуально. Если хотят, пусть снуть. Но здесь нет никакой необходимости. Правда, с отменой ковидных ограничений маски потеряли свою актуальность. И мало где сейчас встретишь человека, который защищает дыхательные пути от попадания инфекции. Даже если мы пройдем по топовым торговым центрам или спустимся в подземку в час пик. Когда началась эта пандемия, к нам через социальные сети, тогда, конечно, очень много заказов поступало от постоянных клиентов, кто раньше покупал платье, а сейчас они пишут, а можно мне тогда к этому платью еще из такой же ткани и выполнить еще и маску. И действительно, мы тогда очень много шили. Сейчас такой нет необходимости, нет потребности в масках. И поэтому маски мы сейчас не шьем, а шьем красивые платья только. К концу этой недели в Новосибирской области было около 800 новых случаев заболевания каждый день. Это практически в 7 раз меньше, чем в феврале, когда был самый пик пандемии. Однако новосибирцам уже рекомендовали носить маски и соблюдать элементарную гигиену. К пунктам вакцинации снова потянулись люди. В Центре охраны здоровья семьи и репродукции начали ставить прививки беременным. Врачи уверяют, вакцина безопасна для плода и может защитить малыша от коронавируса в первые месяцы жизни. Они приходят на осмотр к акушеру-гинекологу плановый. Их посмотрит врач-терапевт. При условии, что беременность уже больше 22 недель, они не вакцинированы, не болели в течение последних шести месяцев, им будет активно предлагаться вакцинация. Желательно, чтобы она все-таки имела направление от акушера-гинеколога. Записаться можно по нашим телефонам, через госуслуги. Можно оставить какое-то свое сообщение на нашем официальном сайте. Мы обязательно перезвоним этой пациентке, если у нее есть какие-то предварительные вопросы. В торговых центрах пока работают только два пункта вакцинации против 15, которые открывали на гребне пандемии. Пример горожанам на днях показали чиновники. По рекомендации врачей сейчас вот прошел ревакцинацию. Призываю еще раз прийти провакцинироваться. Провакцинироваться можно в учреждениях здравоохранения по месту жительства. Выездные вакцинации мы организуем с нашим Минздравом на территории учреждений, предприятий по заявкам. Поэтому вот такая кампания по вакцинации и ревакцинации сейчас на территории Новосибирской области идет. Мы обзвон начали с 15 июля. Кроме этого, работает оповещение за две недели до даты окончания действия прививки. То есть за две недели до окончания шести месяцев приходит уведомление на портал госуслуг о том, что необходимо записаться и вновь провести ревакцинацию. И запустили с 15 июля обзвон роботом Николаем. По статистике электронный помощник уже обзвонил 70 тысяч жителей области. И 57 тысяч записались на прививку. Скоро робот Николай начнет приглашать не только на ревакцинацию от ковида, но и на обычный профосмотр. Чтобы каждый мог обследоваться перед сезоном вирусов и простуд. Почти тысячу километров дорог отремонтировали в регионе за последние пять лет. Итоги первой пятилетки нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» подвели в Новосибирской области. С 2017 года в регионе отремонтировали, реконструировали и построили больше 960 километров магистрали. Установили 100 светофоров, 10,5 тысяч дорожных знаков. На все это потратили больше 35 миллиардов рублей. А в самом Новосибирске по федеральной программе приведут в порядок больше 20 участков на 2 миллиарда рублей в этом году. Напомню, как это работает. На местах определяют перечень самых проблемных и опасных участков или тех, где вообще нет дороги. То есть тут уже нужны строительство с нуля, капитальный ремонт или полная реконструкция. Непросто заделать ямы. Львиную долю денег выделяют из федерального центра и регионального бюджета. А муниципалитет добавляет свои финансы. Требования к качеству самих работ жесткие. Результат обязательно проверят независимые лаборатории и власти всех уровней. Впрочем, в последнее время спрос ничуть не меньше с тех подрядчиков, которые восстанавливают улицы по другим программам. Александр Сульдин узнал, какие есть замечания к недавно отремонтированным дорогам. Жители Волочаевской, похоже, дождались окончания ремонта. Дорожники уверяют, к 20 сентября завершат работы. Осталось разметку нанести и примыкание доделать. Ульца Волочаевская, пожалуй, один из самых сложных проектов прошлого года. Здесь и ремонт трамвайных путей с их обособлением, и сложная ситуация с ливневой канализацией. Ремонт здесь начали в прошлом году. Тогда подрядчик со своей задачей справился не вполне. Вот в этом году, похоже, доделывают. Контроль качества в этом году строже, чем в прошлом. Помимо самого подрядчика и заказчика, качество покрытия оценивает независимая лаборатория. Есть недостатки сейчас. Часть замечаний, которые были выданы, они еще не переделали. Поэтому тысяча квадратных метров тротуаров на сегодняшний день физически выполненные работы пока приняты быть не могут. Ливневая канализация в полном объеме. Сейчас все работы завершены. Но есть замечания по качеству, опять же, этих выполненных работ. Они находятся не в уровне проезжей части. И 20 колодцев подрядчик также по нашему предписанию еще будет переделывать. Компания-подрядчик себя неплохо зарекомендовала при ремонте других объектов. Чтобы здесь завершить работы, ей дали еще один год. Правда, перекладывать асфальт ей пришлось за свой счет. Сейчас нужно максимально ускориться. Самое главное, погода позволяет. Я считаю, что надо день и ночь здесь работать. На спорт нужен. На окончание такого объекта. Объект был не принят. Расчет за него в прошлом году не был произведен. Большой объем работ пришлось переделывать. И подчеркиваю, это было сделано все за счет самого подрядчика. Алексей Тонкашкуров живет на соседней улице по Волочаевской. Ездит каждый день. Детей в школу возит сам с работы и на работу. За ситуацией на этой дороге следит пристально. Такое ощущение, что у нас подрядчик поменялся. Или там кто-то в руководстве подрядчик поменялся. Потому что и работы пошли более качественные сразу. И обратную связь от населения они учитывали. А на проспекте Дзержинского дорожники убрали колею, уложили новый асфальт довольно быстро. И тут же пошли жалобы. Почти полтора десятка машин разбили подвеску на обновленной дороге. Виноваты вырубки вокруг колодцев и дождеприемников. Водители катили по свежему асфальту и влетали в такие ямы. Чтобы оценить ситуацию на месте, сюда приехали представители регионального Минтранса и городского управления дорожного строительства. В первую очередь обратили внимание на безопасность дорожного движения. Так как в средствах массовой информации прошла новость о том, что много машин повредили колеса, это, к сожалению, вина подрядной организации, так как не соблюдалось условия безопасности, не было ограждены как раз люки и сливные колодцы. Но в настоящее время, как мы проверили, конусы установлены, ограждение места производства работы обеспечено. Таких ям при поднятии колодцев не избежать. Нужно убирать асфальт, чтобы иметь доступ к конструкциям люка. Подрядчик должен был оградить такие препятствия, чтобы водители их видели. Проблема вызвана неудовлетворительной работой именно подрядной организации в части ограждения мест производства работ, за что у нас контрактными условиями предусмотрено начисление штрафов. Большой штраф будет? Порядка 100 тысяч рублей. Помимо таких мер на каждый объект действует гарантия. Например, про магистрали, которые приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик не забывает пять лет. В случае каких-то разрушений устраняет их за свой счет. Всего в программе дорожного ремонта этого года 65 участков. По данным на начало недели работы закончены на 25 из них. Ремонт теплотрасс постепенно завершается. На улице Ватутина уже открыто движение. Улица Котовского в районе парка Кирова на подходе. Один из самых сложных участков на улице семьи Шемшиных заасфальтирует до конца октября. Сейчас улица перекрыта в двух местах. Здесь ремонтируют изношенную теплотрассу, которую уложили еще при Хрущеве. Менять сами трубы закончат на следующей неделе. Эта магистраль снабжает теплом 80 зданий. И за последнюю пятилетку было три десятка порывов. А в прошлом году тут вообще провалились под землю три машины, когда грунт подмыло горячей водой. В этом году СГК радикально увеличила программу ремонта теплотрасс. Полностью приводит в порядок два десятка участков. Дачники теперь могут проводить собрания и решать все вопросы в режиме онлайн. Электронное голосование разрешил федеральный закон. А новосибирские разработчики создали специальное приложение «Голосуй». Точнее, доработали уже существующие для многоквартирных домов, которым разрешили голосовать так несколькими годами ранее. Смысл понятен. Не надо собирать всех вместе, рассылать приглашения по почте, печатать бюллетени. К тому же фальсификации сходят на нет. Елена Бокатырева пообщалась с дачниками, которые уже голосуют в интернете и узнала, как выглядит сам процесс. Дачный сезон начинается с финансового отчета правления. Каждую весну на повестке взносы, уборка, вывоз мусора и многое другое. Сезон короткий, дел много, решать надо быстро. У нас 336 участков. Проводим в очно-заочной форме. То есть, как бы явку все равно у нас не получается. И приходится провести вот так. Потом ходим еще в отдельность бюллетенями. Счетная комиссия. И вот она потом по дворам уже идет и уже доголосовывает. Собрать кворум – настоящая головная боль для дачного правления. Сложно. Многие люди просто не приходят на собрания и все. Если вопросы наболевшие, градус обсуждения может вырасти до скандала. А эпидситуация 2020 года вообще отменила все массовые мероприятия. Тогда и начали искать альтернативу. 50 километров от центра Новосибирска, СНТ Берц, именно здесь состоялось уже три онлайн-голосования. С одной стороны, ничего удивительного в обществе – 700 участков. Чтобы собрать такое количество собственников, нужно как минимум арендовать стадион. Распечатывали просто кучу бюллетеней. Оставляли их в Новосибирске, кому удобно там забрать. Оставляли их здесь на охране. Определяли время. И собирали эти бюллетени вручную. Обзванивал людей, кто не проголосовал, для того, чтобы кворум собрать. Имея систему электронного голосования, каждый человек может голосовать в любой точке мира, хоть за рубежом. Безусловно, это крайне удобно. Это не единственное удобство этой программы. Второе, что бы я хотел бы сказать. Второе – это прозрачность. Прозрачность колоссальная. В этом случае каждый голосовавший может видеть ход голосования, как оно идет на текущий момент. Если голосование запущено, просто переходим в голосование и читаем вопросы. Жмем кнопку «За, против, издержался». Разработчики успешно опробировали приложение на многоквартирных домах. Как только вышел закон, позволяющий проводить электронные голосования дачникам, адаптировали его. Например, применительно к многоквартирным домам, довольно просто пройти авторизацию, указав адрес дома, номер квартиры. Когда есть земельный участок, то часто они не привязаны к какой-то улице и так далее. И пришлось подумать, как сделать авторизацию простой собственникам земельных участков. Ну и нам это удалось. Большинство собственников – люди молодые и активные, поэтому для них в интернет-голосовании не было ничего сложного. Для тех же, кому это пока в новинку, остается голосование по бюллетеням. Таких здесь 20%. Мы ходим на собрания всегда. То есть руку поднять, послушать, узнать новости все. А ватсапом пользуетесь? Сам нет. Молодежь же этим делаем. Бумажные бюллетени в программу вносят вручную. Система автоматически объединяет их с электронными голосами и создает единый протокол. Сегодня остается только внести изменения в устав любого общества и решать все вопросы через интернет. Начало сентября выдалось богатым на открытие новых технологичных направлений для развития детей. Так, например, в школе креативных индустрий будут готовить специалистов по 3D-графике и интерактивным цифровым технологиям. Здесь ждут подростков от 14 до 18 лет. Они будут работать с современной техникой и программным обеспечением. Первые занятия состоялись уже на этой неделе, а 22 сентября – официальное открытие. Обучение бесплатное. В этом году в школе креативных индустрий будут учиться 120 подростков. В следующем планируют набор даже детей помладше – от 12 лет. Их будут обучать по шести направлениям. Студия дизайна, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии, современная электронная музыка, звукорежиссура, фото- и видеопроизводство. А при Университете экономики и управления начинает работу уникальная школа криминалистики для подростков. Тут покажут, как вычислять преступника по отпечаткам пальцев, распознать маньяка по почерку убийств, составить фоторобот, снять отпечатки пальцев. Интересно, что занятия ведут настоящие следователи, криминалисты, судьи и эксперты по уголовным делам. Оборудование тоже реальное. Сейчас набирают новую группу. 18 сентября проведут бесплатное пробное занятие. Вы замечали, насколько новосибирцы отзывчивы к уличным представлениям? Стоит кому-то выйти с барабанами, скажем, в Первомайский сквер, и тут же собирается толпа благодарных слушателей. Лишь только зазвучит на улице скрипка, вокруг уже люди с телефонами фиксируют момент. Давно замечено, в уютных, безопасных, креативных и свободных по духу городах всегда много уличных музыкантов. И наоборот, такие мелодии как раз и делают города интереснее. Анастасия Горилова познакомилась с музыкантами, которые играют в скверах, на площадях, в переходах метро, и прониклось их творчеством. Как только наступит вечер, зажгутся фонари, новосибирцы зазвучат разными музыкальными инструментами. Шумный город разбавят чувственные мелодии скрипки, напористые аккорды электрогитары и задорный ритм баяна. Начинающие музыканты и виртуозы раскрасят город в разной палитре звуков. Вот только послушайте, как звучит город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Узнаем, кто сегодня играет на струнах городской души и какой путь к музыке прошли уличные артисты. Стараюсь выходить где-то часам к пяти, чтобы поиграть до часов восьми-девяти. Но это по-разному. Зависит тоже от настроения, от погоды. Изначально я хотел пойти в музыкальную школу на класс гитары, но места не было. И я был вынужден пойти на баян. Сначала мне очень сильно нравилось, но каждым летом, буквально в заканчивый учебный год, лет наступает, все, полностью откат в плане желания заниматься. И так продолжалось на протяжении пяти лет. Вот, после чего у меня интерес к инструменту закончился. Там даже отложилось поступление в музыкальное училище. Вот, но все же я к этому пришел. У меня постоянно есть эмоции. Я когда играю, у меня прям, не знаю, поток. Вот. Особенно очень сильно заводят самого, когда останавливаются люди, начинаешь с ними как-то взаимодействовать, эмоции свои им отдавать, они отдают тебе эмоции. И самое классное для музыканта, я думаю, это когда собирается просто толпа, и ты, ну, получаешь, не знаю, энергию, отдаешь энергию. Я играю разно. Я играю, я могу играть русский рок, я могу играть классические произведения, я могу петь просто песни, бывает все шансоновые. История эта началась еще в 90-х годах, когда я только начал палки в руки брать, барабанить. И барабанил ведра какие-то там, ну, самодельная установка была, потом заросло до вот такого, да, то есть, городской, заводской сборки. В коллективе, да, то есть, ну, постоянных людей действительно нет, но все годами меняется. В одно время не было никакого названия, и я думал над этим названием. И такое название «Попоешь! Попоешь!» Я начал заниматься 7 лет скрипкой, я занимаюсь уже 32 года в этом году будет. То есть, я профессиональный музыкант, закончил Санкт-Петербургскую консерваторию. По весне очень часто, когда тепло становится, настроение есть, я выхожу для настроения. То есть, для настроения плюс, как бы, там, ну, небольшой заработок. Музыка – это для меня, прежде всего, это основа бытия. Потому что я верю в то, что, ну, как в Библии сказано, что сказал Бог, да будет свет, да, что я где-то читал, что, ну, это не были слова, это был звук, звук, который формирует материю, да. И мы знаем, что определенные частоты, они формируют материю определенным образом. Я считаю, что звук – это основа нашего бытия, и это пища для души. На самом деле, музыка – все. Даже вот машины едут мимо, это уже музыка, можно так сказать. А еще в нее вкладывают душу, характер. Для меня музыка – это просто как способ либо развлечься, либо развлечь людей для самоудовлетворения. Просто, не знаю, какое-то блаженство, когда сам для себя играешь дома, и тебя это успокаивает. Музыка – это все. Без музыки не было бы мира без музыки. И напоследок кадры, чтобы поднять настроение. Пользователи интернета умилялись на этой неделе новому видео с детенышем Манула из Новосибирского зоопарка. Роман Паулов выложил на своем ютуб-канале Мануленка, который учится греть лапки на хвосте. Пока получается не так виртуозно, как у его сородича Зеленогорска. Напомню, летом в Новосибирском зоопарке у Манулов родились шестеро котят. Одно из первых видео, где двухмесячные малыши резвятся на своей маме, набрало больше 700 тысяч просмотров. Эту неделю мы увидели такой, еще больше полезной и интересной информации на сайте «Новосибирские новости», в наших социальных сетях и на «Дзене». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин